Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 14. Шаблоны трека и проекта Теперь посмотрим на риперовские шаблоны трека и проекта Шаблоны треков вообще одна из самых моих любимых фишек в Reaper Очень бы хотелось, чтобы она была во всех DAW Потому что, как вы увидите, она очень мощная и значительно ускоряет работу Ситуация следующая Мы работаем над песней В проекте у нас много треков И мы только что записали соло-вокал Мы работаем с этим певцом и собираемся записать еще много песен с его вокалом Не хотелось бы каждый раз создавать звук вокала по-новой Если нам нравится звук вокального трека Его настройки Например, установленный в качестве входа вокальный микрофон Назначенный режим мониторинга К треку подключены нужные нам эффекты Тут у нас фильтр верхних частот Компрессор Диэссор И усилитель верхних частот Также у нас есть посылы С ревером и эхо Посылы идут отсюда Вот тут ревер, а тут эхо Вот эти два трека являются возвратами эффектов В общем, нам очень нравится созданный нами звук И при записи новой песни нам не хочется заново его создавать Вот тут-то нам и поможет шаблон трека Для начала нужно выделить все нужные нам треки Если мы выделим только один вокальный трек То мы потеряем ревер и эхо Поэтому выделяем все три Далее заходим в меню трек И выбираем сохранить треки как шаблон трека После выбора этой опции появится окно, где можно выбрать директорию сохранения шаблона В рипере для шаблонов есть специальная папка Вот она Дадим шаблону имя И вот тут внизу мы видим две опции В шаблон можно включить айтемы трека То есть то, что мы записали Нам для следующей песни это не нужно Кроме того, в шаблон можно включить огибающие или автоматизацию Это тоже обычно не требуется Потому что автоматизация в этой песне не будет той же самой, что и в следующей Нам только нужно сохранить треки и их настройки И их посылы Сохраняем И теперь, допустим, нам нужно записать новую песню Откроем новый проект С новыми треками И теперь, допустим, мы готовы записать вокал Нам сейчас не придется все начинать с нуля Идем в меню трек И выбираем вставить трек из шаблона И вот тут мы выбираем наш шаблон В проект сразу добавляются вот эти треки Вокальный трек С назначенным входом С настроенным мониторингом С подключенными эффектами С нашими посылами На ревер И на эхо А возврат эффектов вот тут Ревер И эхо Все настройки именно такие, какие у нас были в момент сохранения шаблона Настраивать звук заново не нужно Покажу еще один пример Вот другой настроенный проект С живыми барабанами Басом Гитарами Соло И бэк-вокалами Но после того, как мы тут все сделали Нам нужно записать следующую песню Но нам нравятся настройки барабанных треков Нас устраивают настройки входов Настройки эффектов на каждом из треков Все это мы хотим сохранить Мы не хотим каждый раз при записи барабанов Настраивать их по новой Поэтому Вместо этого Мы выделяем треки И делаем правый клик Это то же самое, что зайти в меню трек Выбираем сохранить треки как шаблон трека Теперь сохраняем его Как live drums Айтемы и огибающие мы снова не сохраняем Теперь нам нужно записать новую песню Мы хотим начать запись с живых барабанов Для этого делаем правый клик И выбираем ставить трек из шаблона И здесь выбираем live drums И в проект загружаются все самые сохраненные треки барабанов Все входы Громкости Все эффекты И все остальное Будут здесь теми же самыми И это здорово ускоряет работу Хочу показать вам еще один пример В этом проекте У меня есть специальный трек со звуковыми эффектами Тут у меня парочка реверсивных звуков И громкий звук удара Это типичные звуковые эффекты Которые я обычно добавляю в свои песни Или проекты Поэтому вместо того, чтобы таскать их из проекта в проект И каждый раз настраивать для них громкости эффекты Я хочу добавлять их в мои проекты Прямо такими, какие они есть у меня сейчас Это можно сделать с помощью шаблона трека Выделяем Делаем правый клик Сохраняем трек как шаблон Назовем его Только в этот раз я включу в шаблон айтемы Без них наш шаблон не имеет смысла Если в моем треке есть какая-то специфическая автоматизация То вот эту опцию надо тоже отметить Так и сделаем И сохраним Теперь если мы вернемся к нашему первому проекту И мы решим добавить сюда наши звуковые эффекты То нужно выделить трек, перед которым мы хотим разместить трек со звуковыми эффектами Сделать правый клик Выбрать вставить трек из шаблона И выбрать нужный нам шаблон После чего в наш проект будет импортирован трек с айтемами И если бы на этом треке была какая-то автоматизация То она бы тоже импортировалась Вот как устроены шаблоны треков Теперь вернемся к нашему проекту с барабанами Допустим, это наши рабочие настройки И в дальнейшем мы планируем записывать треки вот с такими настройками проекта С живыми барабанами, басом, гитарными и вокальными треками Все эти треки нас полностью устраивают Мы могли бы сохранить все это как шаблон трека Но вместо этого давайте сохраним это в качестве шаблона проекта И когда мы начнем новую песню, в проекте уже будут все эти треки С настроенными громкостями, панорамами, эффектами и входами Для начала нужно удалить все аудио айтемы Выделим вот тут Теперь выделим все айтемы проекта На PC для этого нажмем Ctrl-A, а на Mac'е — Command-A И теперь просто удаляем клавиши Delete Теперь проверим, все ли удалилось Да Проект пока не сохраняем Сначала сохраним его как шаблон проекта Зайдем в меню File Выберем шаблоны проекта И сохранить проект как шаблон Все делаем то же самое, как и шаблоном трека Только теперь сохраняются настройки всего проекта Назовем его Если бы мы не удалили аудио айтемы, то мы могли бы их сохранить в специальной папке Или скопировать их Но в этом шаблоне никаких аудиофайлов не будет Жмем сохранить Теперь закроем этот проект Не сохраняем его, потому что мы удалили все аудиофайлы Теперь если мы готовы к записи второй песни Мы заходим сюда Только нажимаем не новый проект А шаблоны проекта И выбираем наш шаблон Все треки тут же загружаются в проект С нужными громкостями, панорамами, эффектами и так далее Наш проект полностью настроен, и мы готовы к записи песни Отличная экономия времени Мы можем создавать и сохранять шаблоны разных типов В зависимости от того, над чем мы работаем Это может быть концертный шаблон с подключенными виртуальными инструментами Или видеопроект Как только у вас все настроено Вы можете это сохранить как шаблон проекта Если же у вас есть такие настройки проекта, с которых вы обычно начинаете работу То вы можете их сохранить как шаблон по умолчанию Сейчас покажу, как это делается Давайте это закроем Представим, что каждый новый проект мы хотим начинать именно с того шаблона проекта Зайдем в Preferences Вкладка Проект И вот тут мы можем выбрать шаблон Сейчас тут ничего нет При создании новой песни открывается пустой проект Но мы можем указать сохраненный нами шаблон проекта Выбираем его И теперь Каждый раз при открытии нового проекта Сделаем это вот так Будет открываться вот этот шаблон С нашими барабанами, басом, гитарами и вокалами То есть свои предпочтения о том, с чего начинать каждый новый проект Вы указываете вот здесь Или можете открывать шаблон тогда, когда он вам понадобится Здесь удалим И откроем его отсюда Шаблоны проекта И выбираем нужный шаблон Вот что такое шаблоны трека и проекта в Reaper Надеюсь, вы узнали что-то новое и будете этим пользоваться, чтобы сделать свою работу быстрее и умнее Поехали дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!